Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Тихонько начинают заниматься своими домами более лучше и более, как сказать, качественнее, чем управляющая компания. Первый товарный пошел. Движение поездов на участке Волгодонск-Морозовск возобновлено торжественно. Необходимо было данный участок расконсервировать и открыть для движения. Открыт первый межмуниципальный МФЦ, его офис в Меге Оксайского района. Мы говорили о едином окне, о едином месте, где человек может решить все свои жизненные вопросы. Что-то купить, какие-то вопросы решить бытовые свои, но в то же самое время здесь же получить государственную муниципальную службу. Чего не хватает? Шуток или денег? Донские КВНщики вместе с властями думают, как попасть в Высшую Лигу. Мы сейчас вместе с опорным региональным вузом планируем оборганизацию центра по развитию КВН в регионе. Три частных дома и хозпостройки горели сегодня в Ростове. Пожар в переулке Октюбинском пришлось тушить трем десяткам машин. Сообщение о возгорании дома поступило в 13.58. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарным пришлось организовать работу трех водоводов и пяти пожарных стволов. Площадь горения составляла 350 квадратных метров. С учетом погодных условий, сильного ветра, огонь быстро распространялся на соседние постройки. Плотность застроек очень большая. На данный момент пожар локализован. Площадь пожара на момент локализации составила 450 квадратных метров. От огня никто из жильцов не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Из-за пожара на проспекте Ленина было перекрыто движение транспорта и образовалась длинная пробка. Школьный автобус с детьми сегодня утром столкнулся с Ладой на трассе Ростов-Новошахтинск. В автобусе ехали 20 подростков 13 и 14 лет. После удара незначительные травмы получил водитель Лады. А дети не пострадали. На момент ДТП сотрудники полиции обеспечили безопасность движения на данном участке. По факту ДТП сотрудники ИБДЗ проводят проверку. 21 миллион 700 тысяч рублей выплачено гуковским шахтерам за два дня. 28 и 29 марта 462 выплаты получили бывшие работники замчаловского антрацита. С долгами по зарплате за компанию банкрота Кинкоу продолжает расплачиваться региональная корпорация развития по поручению губернатора. В марте выплачено почти 40 миллионов рублей. А погасить все долги планируется к началу июля. Василий Голубев вошел в обновленный совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Председатель совета Владимир Путин. На в составе Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов, министр эконом-развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Александр Мень, депутаты Госдумы, 27 руководителей муниципалитетов и 8 губернаторов. Этот совет орган совещательный. Он готовит предложения по совершенствованию госполитики в сфере местного самоуправления. Движение грузовых поездов на ветке от Волгодонска до Морозовска возобновлено. 20 лет этот участок был законсервирован из-за сокращения потока грузов и пассажиров. Возрождение железнодорожного сообщения для Волгодонска – большое событие, так что первый состав провожали торжественно. Возникла необходимость отклонения грузовых поездов для обеспечения нормальной работы и обеспечения технологического процесса, то есть работы в окна. Заполняемость графика на участке Лихая-Чертково у нас доходит до 102%, поэтому ситуация складывалась так, что необходимо было данный участок расконсервировать и открыть для движения. На восстановленном участке можно организовать движение до 10 пар поездов со скоростью 60 км в час. Ветку восстановили быстро. В ремонте участвовали сразу 6 путевых колонн на более чем 50 км пути. Теперь железнодорожники будут работать над повышением скорости поездов и увеличением пропускной способности участка. А местные жители надеются, что здесь пойдут и пассажирские поезда. Срок перехода на спецсчет капремонта для жильцов многоквартирных домов предполагают сократить. Этот вопрос сегодня рассмотрели члены комитета ЗАГС Собрания по строительству ЖКХ, энергетики, транспорту и связи. После изменения областного закона откладывать деньги на капремонт на отдельный счет собственники смогут уже через год после такого решения на общем собрании. А сейчас закон обязует ждать полтора года. Люди, которые живут в ТСЖ, ЖСК и так далее, и так далее, и у них счета на спецсчете, ну или геннальный оператор, или просто у них спецсчет, они потихоньку начинают заниматься своими домами более лучше и более, как сказать, качественнее, чем управляющие компании. В областной закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах предполагается внести и другие изменения, большинство уточняющего характера. Окончательное решение о принятии изменений теперь за Данским парламентом. Капитальный ремонт иногда еще хуже, чем его отсутствие. В этом убедились жильцы ростовской многоэтажки на Филимоновской улице. И призвать к ответственности управляющую компанию пытаются через областное министерство ЖКХ. Металлопластиковые окна поставили здесь еще в 2013-м. Правда, делать откосы, штукатурить хотя бы подоконники почему-то не стали. Тогда же сняли старые решетки безопасности, а на новые денег нет. А проблема дома, что эти окна на сантиметров 20 где-то плиты отстоят от стекол. То есть если туда свалится ребенок и взрослый человек, в принципе, может убиться. И вылететь вместе с окном это, в принципе, и видно. Вот это мы уже бьемся, начиная с середины 2014-го года. Подрядчика тогда выбрала управляющая компания «Лидер-1». Но руководитель подрядной организации скончался. И доделать начатое стала якобы его дочь. Но жильцов не устраивает не только околокапитальной работы, но и безответственность управленцев. Директор лидера поменялся, а привычки нет. Сделали отчет за предыдущий год. Предоставляем вам для ознакомления. Почему мы предоставили раньше, что мы пришли сюда подготовлены? Отчет, по словам жильцов, должны были предоставить еще 15 марта. Этот вопрос обговаривался в конце февраля, в первый аудит зама министра ЖКХ. Нарушения здесь выявлены, предписания выданы. Предписания, которые уже вынесены, они на контроле находятся. По-моему, со сроком где-то до 20 апреля. То есть мы к этому дому еще будем возвращаться, если мы полностью не решим весь блок вопросов, которые жители задают. А задают много. Когда будут пробивать забившуюся канализацию в первом подъезде? А штукатурят ли окна на лестничных площадках? Поменяют ли двери в тамбурах? И еще. Почему подняли тариф на содержание и ремонт жилья почти до 18 рублей за метр, а после аудита снизили до 13? Когда готовили новые цифры по новому постановлению, которое вступило в действие с 1 января, некоторые нюансы дома не учли. Потому что много домов управляющей компанией. И немножко допустили чисто технические ошибки. Мы их исправили, сделали перерасчет. И все же сдвиги есть. От мусора очистили подвал, меняют двери в тамбурах, запланирована замена канализации в первом подъезде и оштукатуривание окон. Директор УК хотела бы и козырьки подъездов отремонтировать, поработать с ливневками. Но на все сразу денег не хватит. Нужно или тариф на ремонт дома поднимать, или собирать дополнительно. А замминистра резюмирует. Обе стороны к встрече не подготовились. Так что обсуждение проблем перенесли еще на неделю. Юлия Сурикова, Станислав Аменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. С 1 апреля социальные пенсии вырастут на полтора процента. Такие получают те, кто по нетрудоспособности не заработал любую другую пенсию. Они могут быть по старости, по инвалидности и потере кормильца. Теперь средний размер соцпенсии на Дону составит 7800 рублей. Повышение коснется всех получателей, как работающих, так и неработающих. Индексация будет произведена, исходя из индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год. У нас материальное обеспечение пенсионера по-прежнему не может быть ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. И в Ростовской области эта сумма составляет 8488 рублей. Если размер соцпенсии вместе с другими выплатами будет ниже прожиточного минимума, то пенсионер получит федеральную социальную доплату. Первый межмуниципальный и многофункциональный центр Ростовской области открыт сегодня. Он разместился в торговом центре «Мега» в Оксайском районе. И удобство в том, что получить услуги здесь могут все посетители торгового центра, независимо от места жительства. После года переговоров и подготовительной работы пришло время торжественного открытия. Это первый в России опыт работы МФЦ на площадках Икея. Сегодня сюда можно обратиться и за государственными, и муниципальными услугами. То есть мы говорили о едином окне, о едином месте, где человек может решить все свои жизненные вопросы. Что-то купить, какие-то вопросы решить бытовые свои. Но в то же самое время здесь же получить государственные и муниципальные услуги. То есть полностью мы замыкаем весь комплекс. Получить здесь госуслуги и поддержку смогут и опытные, и начинающие предприниматели. Также в перечне муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации прав собственности на имущество. Вот такой эксперимент, то, что мы сегодня сделали совместно с правительством области. Я считаю, что эта идея удалась. И сегодня мы видим, разговарив с руководством нашего МФЦ, понимаем, что люди идут. Этот МФЦ будет работать по субботам, а в планах сделать рабочим днем и воскресенье. Елена Ребжанова, Юрий Бабенко, Дон-24, Оксайский район. Первый национальный симпозиум «Единое здоровье» открылся сегодня в Ростове. Приехали медики, ветеринары и экологи из России, Белоруссии, Испании, Грузии, Турции. Ростовская область является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации. Субъект, который занимается проблемами здоровья и сбережения, проблемами экологии. И не случайно, что симпозиум «Единое здоровье» первый в России проводится именно на территории Ростовской области. Два дня специалисты будут говорить о том, как изменения климата влияют на распространение болезней людей и животных, о психологии здоровья человека, опасных паразитах и сохранении окружающей среды. Если посмотрим наш большой город, ежедневно мы наблюдаем людей в парковой зоне, на улицах, идут с собачками, кошками, не знаю, чего только нет сегодня дома у людей. Но мы уже друг друга давно наградили разными болезнями то, что было у людей и то, что у животных. Новый симпозиум – это площадка, на которой специалисты смогут обменяться опытом и найти новые идеи для совместных исследований. Смотрите далее в выпуске. Стадион прощен. На «Олимпе-2» разрешили играть матч чемпионата России – Ростов-Краснодар. Чего не хватает – шуток или денег? Донские КВНщики вместе с властями думают, как попасть в высшую лигу. Мы сейчас вместе с опорным региональным вузом планируем оборганизацию центра по развитию КВН в регионе. Один из романтиков романса, певец Владислав Косарев, побывал в гостях у радио «ФМ на Дону». Всю эту разнообразную, разнохарактерную программу объединяет одна единственная идея. Эти все песни о любви. Боевые стрельбы вдали от мест базирования выполнят истребители и бомбардировщики ЮВО. Впервые проводятся масштабные учения с боевой стрельбой одновременно на незнакомых полигонах в различных регионах страны для истребителей, бомбардировщиков и транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Бомбардировщики в сопровождении истребителей без посадок пролетят больше 6 тысяч километров с дозаправками в воздухе, причем днем и ночью. Боевые стрельбы – очередной этап тактического учения 4-й армии, которое началось в начале марта. А финальным этапом на полигоне в Бурятии станут 15 розыгрышей тактических эпизодов с применением 250 единиц вооружения и техники, в том числе С-300ПМ «Панцирь-С» – средств радиоэлектронной борьбы. Так кто же в истории России и Украина – союзник или геополитический сателлит? Таким вопросом задались ученые Южного научного центра Российской академии наук на расширенном заседании президиума. Сателлит – государство формально независимое, но подчиненное политике другого. И можно бесконечно дискутировать, зависят ли сейчас страны бывшего союза от России и насколько зависели в прошлые века. Ученые попытались предположить, как будет развиваться нынешняя ситуация на Украине и исключить нежелательные для нас сценарии. С 2017 года. Украина сегодня в международных делах в танку делает не на большого соседа. Впервые возник расслаб, когда две страны общей границей фактически покинули. Россияне хотят жить в мире со всеми народами. И для развития толерантности в школах области в прошлом году введен проект «150 культур Дона». На наш взгляд он помогает ребятам узнать друг о друге гораздо больше, узнать об особенностях кухни, особенностях национального костюма, каких-то других традиционных ценностях для определенной национальности, чтобы узнать, кто живет с тобой рядом, чем он отличен или схож с тобой. Изучение традиций, костюмов, кухни помогает убедиться в родстве славянских культур. Ростовский стадион без своего законного матча не остался. На «Олимпе-2» разрешено играть в встречу чемпионата России по футболу. Состояние газона позволяет. Напомню, что 15 марта комиссия российской премьер-лиги по допуску полей запретила играть на стадионах Ростова и Казанского Рубина до устранения недостатков. А вот и вот проблем нет. Игра 21-го тура Ростов-Краснодар начнется на «Олимпе-2» в понедельник в половине восьмого. Второй год донские команды КВН не попадают в высшую лигу. Чего не хватает шутникам? Веселости или находчивости? А может и чего-то серьезного и материального? Обсуждали сегодня в пресс-центре «Дон-Медиа». Лучший результат донских КВНщиков на сегодня – сезон 2014 года, когда женская команда «Приоритет» дошла до 1-4 финала. А теперь капитан команды «Нати» уверен, что основной преградой стало плохое финансирование. Поэтому «Нати» стали выступать за Кубань, победили в премьер-лиге и попали в вышку. Когда наступил этап, что нужно переходить на какой-то уровень, для этого потребовались вложения, и никто в нас не поверил. В Ростове? В Ростове абсолютно никто не поверил. У нас привыкли конкретно результат. Попала команда в телевизор, даем деньги. А чтобы она попала туда, нужно пройти определенный путь. И деньги нужны именно на этот путь. Проживание, питание, проезд, взнос и реквизит. А вот директор Донской лиги Денис Данилюс считает, что командам не хватает опыта. Чтобы попасть в вышку, надо сыграть во многих других лигах. На высший уровень выходят взрослые и опытные участники. Значит, мы где-то не дорабатываем. Мы это имеем в виду не только органы власти. Вопрос сейчас даже не финансирование стоит, самый главный. А вопрос стоит в том, что мы сейчас вместе с опорным региональным вузом планируем оборганизацию центра по развитию КВН в регионе. Развитие КВН в центре организуют в виде пирамиды. Начиная со школьного КВН, затем студенческий, муниципальный, региональный и, наконец, подготовка к телевизионным лигам. Ведь в высшую лигу мало попасть. Надо еще и достойно показать себя и удержаться. А как удержаться? На такой вопрос участники круглого стола так и не ответили. Возможно, это известно только Александру Васильевичу. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Продолжим КВНовскую тему изнутри. Теперь ни слова о деньгах, только умение шутить и наработка опыта. В финале чемпионата Матвеева-Курганского района сыграли 4 школьные команды. Тема финальной игры то ли еще будет. Вы хоть понимаете, какая это ответственность? Это финал. А у нас, кроме этого безумного платья и пяти баянов, ничего нет. Вы даже не представляете, что мне пришлось пережить. После полуфинала толпы безумных мамочек ходили за мной и спрашивали, сколько такая прекрасная фили берет за час аниматорства на дне рождения. Второй конкурс – фоторазминка. Здесь КВНщики за 30 секунд должны придумать комментарий или название к фотографии. Ну и завершилась игра музыкальным конкурсом «Пою, шучу, о чем хочу». Ребята, в обороне в спортивном классе настолько сообразительные, что на этот выход из любой ситуации смотрим случайный занятий по стройной подготовке. Отряд направо, шагом марш! На кубок победителя в итоге нашутила команда «Орел» и «Трешка» из третьей школы. Постоянный участник телепрограммы «Романтика-романса». Лауреат международных конкурсов Владислав Косырев выступит в Ростове. А перед концертом певец побывал в студии радио «ФМ» на Дону. Репертуар баритона Косырева разнообразен. Арии и заперет, шлягеры советской эстрады, военные и народные песни. Кроме того, исполнитель берет забытые или незамеченные в свое время произведения и дает им новое звучание. Песня «Бескорыстная душа» на музыку Пахмутовой – один из ярких тому примеров. В эфире «ФМ» на Дону Владислав Косырев рассказал об участии в фестивале российского кино во Франции, особом уважении к композиторам и поэтам советской эпохи и сложности исполнения народных песен. Певец выступал в Ростове в прошлом году, накануне Дня Победы. Тогда он пел военные песни. В этот раз программа называется «Что так сердце растревожено». Вот это совершенно разные произведения по жанрам, по стилю. Там будут звучать и арии заперет, днепританские песни, конечно же, советская эстрада, ну, немножко зарубежная эстрада прошлого века. Вот, и всю эту разнообразную, такую разнохарактерную программу объединяет одна единственная идея. Эти все песни о любви. Каждый день над землей каждый час Солнце в бубен играет для нас И без сна наступает звеня Потому что ты любишь меня На сегодня это все новости. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова